Сегодня ночью показали еще больше информации по игре Человек-паук 2. Оказывается, что все-таки Эдди Брок не будет являться Веномом. Сегодня мы это обязательно обсудим. Ну и также рассмотрим засветившиеся костюмы, ну и конечно различные издания игры. А также ключевой арт и парочку показанных концептов. Но перед началом хочу сказать, что все же приятно, что после долгого простоя, игровая индустрия радует нас крутыми новинками, которые, к сожалению, сейчас тяжело себе приобрести. Но есть решение. Одна из крупнейших в мире торговых площадок Diffmark теперь работает и в России под названием Case for Gamers. Здесь вы можете безопасно и гарантированно купить горячие игровые новинки на множество платформ. Положить деньги на Steam, PlayStation, Xbox и даже пополнить счет Nintendo или Amazon. Причем ты сам выбираешь продавца по лучшей цене и его рейтингу. Зарегистрироваться можно в два клика без подтверждения почты или телефона. Если что, вам всегда может помочь русскоязычная поддержка, которая работает 24 на 7. А кроме раздела с картами пополнения, можно найти кучу полезного софта для твоего компьютера, игровые валюты и даже предзаказы будущих хитов. Но самое важное, что имеется большое число методов оплаты без каких-либо ограничений для пользователей из РФ и Республики Беларусь. Начиная от банковских карт, заканчивая киви и криптовалютой. Можно даже картой мира платить. А мой промокод Vestal даст тебе скидку в 10% на любой товар, так что можно будет получить еще более выгодные предложения. Все нужные ссылки и промокод находятся в описании этого ролика. Во-первых, сказали официальную дату релиза. 20 октября этого года, эксклюзивно для PlayStation 5. Про ПК релиз пока что ничего не известно. Но очевидно, что она выйдет через пару лет. Думаю, что к 20 октября игру хорошо отполируют и к этому времени исправят то, что игрокам не понравилось в геймплейном трейлере. По крайней мере, очень на это надеюсь. Хотелось бы на хорошую реакцию комьюнити. Также показали несколько изданий игры, но самый крутой, конечно, это Коллекторс. Там и стилбук офигенный с Веномом и все остальные плюшки Digital Deluxe издания. Самое главное, что есть огромная 50-сантиметровая статуя Венома Майлза и Питера. Это точно должно быть у нас на полке. Надеюсь, что получится как-то эту красоту достать. По всем изданиям мы подробнее пройдемся чуть позже. Далее, хочу обсудить крутейший ключевой арт. На мой взгляд, он идеальный. Именно это вы и будете видеть на коробке и на электронных площадках. Мне кажется, что довольно интересно выглядит на Паркере Симпиот, а также черная паутина. Ну и Майлз подчеркивает, что это будет первая игра про Человека-паука в открытом мире, в которой будет два переключаемых играбельных паука. Ultimate Spider-Man не считаем. Также показали два концепт-арта. На первом мы видим сражение с бандой Крэвина Охотника, но куда важнее, что на втором. Веном получился именно таким, каким я его и хотел видеть. Как мне кажется, дизайн у него идеальный и особенно логотип. После Венома Тома Харди уж очень хотелось, чтобы ну хоть какой-то был. А здесь он еще и отдает оригинальным логотипам местного Паркера. Прям идеально выглядит. Возможно, если внешность черного костюма будет меняться с изменением характера Питера, мы увидим и на нем такое лого. Я об этом мечтаю, если честно. Причем самое интересное, что Брайан Антихар официально заявил, что это не Эдди Брок. А учитывая, что на арте есть сам Питер Паркер, он тоже не станет в итоге полноценным Веномом. Ну и Майлз очевидно тоже. То есть получается, что это либо какой-то Осборн, либо Крэйвен. Ну либо же другой персонаж. Но есть вероятность, что это вообще сам Веном без носителя. Такое мы тоже пару раз видели. Так что все возможно. Но походу все-таки это Гарри Осборн, либо же Крэйвен Охотник. И то, и то нормальный вариант, но я бы все же тогда хотел, чтобы это был Гарри. Для Питера это будет куда более эмоциональная битва. При показе различных изданий игры светанули 12 новых костюмов. 6 для Питера и 6 для Майлза. По 5 из них для каждого идут только в комплекте Делюс издания. Остальные 2 для всех доступны. Но их раньше по игре получат те, кто сделали предзаказ. Давайте с них и начнем. Не скажу, что мне нравится такой стиль. В таком бы лично я не играл, но прикольно, что завезли плащи. То есть возможно в этот раз 2099 или возможно непобедимый будут такие иметь плащи. Если появится тот же костюм Мигеля из паутины вселенных, плащ будет вообще в тему. Мне нравится, что он там красный. Также теперь можно будет менять цвета костюмов. Не ожидал, что такое вообще могут сделать, но прикольно. Это добавляет больше возможности кастомизации. В том же Майлзе Моралесе были костюмы, которые мне не нравятся только из-за цвета. А тут их будет минимум по 4. То есть теперь есть больше шансов, что сам костюм зайдет. Останется выбрать только подходящий цвет. Тут, например, мне нравится не основная расцветка, а та, которая с белыми элементами. Ну и также возможно будет отдельная симбиотическая расцветка для каждого костюма. А учитывая это нововведение, такое вполне возможно. И это был бы полный разнос. Остальные костюмы, которые идут с Digital Deluxe изданием, тоже совсем не для всех. Вообще, сперва, когда я их увидел, было ощущение, что часть из них сделала нейросеть. Ну давайте по каждому пробежимся. Рано еще делать вывод, но все же. Tactical Suit мне не нравится. Он похож на Velocity, а я его не люблю. А урантия неплохой. Надо будет глянуть, какие еще у него есть расцветки. А вот костюм 25 века забавный. Я бы в нем погонял. Напоминает черепах в космосе. Я как раз их смотрел сейчас и делаю обзор. Stone Monkey Suit тоже очень классный. Мне заходит сам цвет маски и общее сочетание цветов. Опять-таки жду альтернативные расцветки. Может еще интереснее потом будут. Ну и Апункалептик тоже классный. Знаю, что многим нравилось гонять в костюме Рикошета, так что его фанатам очень зайдет. Мне его основная расцветка нравится, так что обязательно в нем поиграю. Теперь же костюмы Майлза. Агемат выглядит забавно. У него приятное сочетание синего, фиолетового и градиента розового. Не знаю, какие будут другие расцветки, но это сразу бросается в глаза. Название как-то связано с амулетами и магией, и он и правда так выглядит. Но без контекста самой игры сложно понять, почему решили такой сделать. Может из-за Крэйвена, а может из-за какого-то другого злодея. Красный Спектр тоже очень крут. Особенно дреды, торчащие из-под капюшона и лого паука. Энкодет без комментариев, это совсем уж не мое. Биомеханический костюм подойдет для фанатов Metal Gear Rising. Выглядит неплохо, но опять-таки я бы в таком не играл. Ну и последний, токусатсу костюм, тоже не в моем вкусе. Японское название это круто, да и внешне он похож на Пауэрренджера. Может быть такое и найдет своих фанатов. Кто его знает. В общем, не скажу, что стоит переплачивать ради костюмов за Digital Deluxe. Но я уверен, там разница небольшая, так что почему нет. Лучше все костюмы иметь, чем потом жалеть. Тем более мы не знаем, дают ли они какие-то плюшки и как выглядят в самой игре. Так что лучше купить о себе Deluxe лишним не будет. Ну и раз уж затронули тему изданий, давайте поговорим и о ней. За предзаказ обычного издания вы получаете ранний доступ к двум костюмам Пауков Ассасинов. А также три очка навыков и гаджет, который делает паутинный захват. Я так понимаю, его мы видели в геймплейном трейлере. В Digital Deluxe в плюс к этому добавляется 10 уникальных костюмов, которые мы только что разобрали. Плюс еще два очка навыков и новые фишки фоторежима. Я так понимаю, что они будут уровня наклеек или рамок. В общем, ничего супер интересного. К Collector's Edition добавляется стилбук и статуя. Очевидно, что эту версию не всем нужно брать, не все захотят и не все смогут купить. Если вы прям жесткий фанат, то это конечно ваш выбор. Лично я как раз таки постараюсь выбить такую версию. Но всем остальным, кому не нужна статуя, я опять таки советую Digital Deluxe. Плюшек довольно много, хоть они и не всем зайдут. К сожалению, пока что это вся информация, но все равно получилось довольно насыщенно. Пишите ваше мнение в комментарии по поводу всего, что услышали. Мне будет очень интересно прочитать. Также не забывайте подписаться на ВК, Телеграм и наш с пацанами подкаст. Ну и конечно, если хочется поддержать канал финансово, вы это можете сделать по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Продолжение следует...